Если кто-то помнит фильм «Застава Ильича», мне 20 лет он еще называется, там есть замечательный такой текст, который читает Евтушенко, называется «Москва товарная». Я что-то как-то так приболел на эту тему, я подумал, что надо ему написать такой ответ из нашей современности. У него Москва товарная, у меня Москва похабная. Начинается с эпиграфа. Я немножко буду феклярствовать, конечно, это не в моем стиле, но придется, поскольку это пародия, это стилизация. Значит, вот это как бы Евтушенко такую вещь говорит. Я думаю, неужто вы все это после потеряете, и тише станете травы, умильно руки потираючи. Средь вас такие будут, да, увы, но черта с два, но черта с два, вы все такими будете. На самом деле это он, конечно, о себе написал. Итак, набух неоном, как глаз в глазнице, и пропуская вперед пехоту, Век постсоветский вошел в столицу, одним путаном дает работу. Не фюрером, назло названием, советских улиц он выбил горького. Регресс шагает и по зданиям, теперь тверская путь алкоголика. Шагают физики, шагают химики, шагают лирики в бомжовом звании. И вспоминают понигирики шестидесятников, на вы создания. Тоталитарное, отринув прошлое, они родились, как Ельцин, заново. Но почему вокруг все пошлое, а москвичи, как партизаны, Стоят шеренгами, как будто к митингу тут приготовились за конституцию. Республик прежних женпредставителей, даешь доступную всем проституцию. И дом под градусником, что под Светловым и под Ильенковым не прогибается, Глядит во двор к себе на шалых девушек, конструктивизмом лишь удивляется. А рядом тьма да вонь, живут в бомжатнике, те, кто сражался, пьян за демократию. Живут в бомжатнике, шестидесятники, все проклиная зло партийну братью. Куда б податься, брат, по юбилейнее, отметить, чтоб нам всем двадцатилетие, Того, как выиграли, того, как вырвали, мы руль у партии КПС Эсины. Коль, господин, себе ты и положению не презираешь, как голь, работу, То внемли разума ты предложению, зови с собой бомжей пехоту. Москва товарная и нынче гарная, она не хуже, чем при Хрущеве. Живут там разные, чумаза праздные, те, кто секунду пили при Горбачеве. Вчера состав пришел, опять из Астрахани, среди цистерночек, Роснефтьюкосов. Кесть разгрузить, что нам, рабочим разным-то, пока работу там бомжам дают еще. Коль подышачешь ты, да подсуетишься, дадут пол-литра трем за их старания. С таким, брат, счастьем нигде не встретишься, так благодарен будь мне за признание. Ночь над вокзалами повисла страшная, сгружают уголь там пьянчуги страстные. И с недоверием глядит полиция и на пол-литровца, и на главлитовца. И вспоминают там трудяги черные про времена, когда росли учеными. Играли в волейбол они арбузами, да вот остались-то теперь с рейтузами. Среди них был и поэт от уголя черен, светл он словом с волосом, бодрил их голосом. Но только час настал, их он переиграл, и гражданином вдруг страны-вражины стал. Мораль пародии до дна своих поэтов пей, страна, иначе на проротят жуть, да убегут, чтоб отдохнуть. От тех красот, что воспевали на молодежном фестивале, из депутатства их гони, как Феликс Гумилёва гни. Субтитры создавал DimaTorzok